сериалы несмотря ни на что все также выходит завидной чистотой и в этот раз вновь есть на что обратите внимание тут и премьеры абсолютно новых проектов и новые сезоны уже полюбившихся шоу падение дома ашеров это новый восьмисерийный мини-сериал майка флэнегана создателя призраков дома на холме и еще нескольких отличных многосерийных шоу этот сериал стал вольной адаптации рассказа эдгара алана по в центре истории родерик и мэдлин ашер они брат и сестра владеющие огромной фармацевтической империи внезапно при загадочных обстоятельствах дети рода рика начинают умирать и вероятно это связано с прошлым ашеров это был последний раз когда я видел их вместе некоторых видел в последний раз если вы уже знакомы с сериалами майка флэнегана то сразу узнаете здесь его почерк мрачная готическая атмосфера странный дом призраки прошлого жонглирование флэшбэками и высокий градус напряжения так что новое переосмысление эдгара алана по должно порадовать поклонников и эдгара и флэнегана и в целом любителей качественных и мрачных историй все эпизоды этого мини-сериала уже вышли души умерших стоявший пред тобой при жизни снова тут но уже в смерти уроки химии экранизация сатирического бестселлера с брил ларсон в главной роли 50-е годы специалист по химии элизабет зод близка к научному прорыву но беременность ставит на карьере крест ее коллеги мужчины считают что рождение детей противоречит идеалам лаборатории однако ей предоставляется возможность стать ведущей телевизионного кулинарного шоу 60-х годов под названием ужин в шесть по духу этот сериал напоминает удивительную миссис мейзл или джулию и в целом скрещивание науки и кулинарии здесь в сериале прошло успешно не без недостатков конечно и местами с излишним мелодраматизмом но с интересным сюжетом уютный ретро стилистикой и отличными актерами на данный момент вышло 4 из 8 эпизодов значит будем доедать вчерашние дети накрывайте на стол вашей маме надо побыть одной точка кипения продолжение одноименной британской драмы о безумных буднях сотрудников ресторана который был снят одним кадром получил четыре номинации на премию бафта и высокие оценки критиков основная часть актеров включая стивена грэма вернулись к своим ролям новый шеф-повар пытается продолжить дело своего предшественника ежедневно при этом сталкиваясь с нервными срывами недовольными гостями и хаосом творящимся события в сериале развивается уже не так стремительно и напряженно как было в фильме да и в целом он наверное не был уж таким обязательным и нужным продолжением но с другой стороны здесь отлично и в более полной мере раскрываются уже знакомые герои да и в целом шоу понравится всем кому заходит тема кухни ужасное обслуживание испортила нам вечер ужастики комедийный хоррор по популярным в 90-е детским книгам одну из главных ролей исполнил здесь джастин лонг в центре истории несколько старшеклассников с которыми начинают происходить странные и страшные вещи в процессе школьники узнают что все эти события связаны с мрачными тайнами их родителей это довольно атмосферный и бодрый легкий ужастик он в меру интригует держит динамику и самое главное хорошо развлекает 7 из 10 эпизодов уже вышли на данный момент локи второй сезон том хиддлстон возвращается к роли одного из самых харизматичных героев вселенной марвел первый сезон локи рассказывал о приключениях асгардского бога после его побега в фильме мстители финал завладев тогда тессерактом он избежал своей каноничной смерти но сразу попал в руки управления временными изменениями организация которая отслеживает ответвление временных потоков и вот в новом сезоне локи побывает в альтернативных вселенных где его никто не узнает и вступит в битву за душу управления временными изменениями на данный момент локи это один из лучших сериалов по вселенной марвел он более мрачный и больше напоминает триллер о путешествиях во времени четыре из шести эпизодов этого сезона уже вышли и главное чтобы и далее он смог держать планку а не погряз в безумство мульти вселенных люпен третий сезон современная интерпретация романов о благородном воре арсене люпене самара мси в главной роли вернулась на экраны с новым сезоном стартовавший в 2021 году люпен стал первым французским сериалом netflix занявшим первое место в топах большинства стран включая сша здесь используются классические типажи благородного жулика продажного полицейского и других и накладывается все это на современный сюжет за ним взять его в центре этой истории сын эмигранта из сенегала в детстве он зачитывался книгами про арсена люпена а потому пытается действовать в лучших традициях своего кумира в третьем сезоне главный герой решает покинуть францию и начать новую жизнь но призраки прошлого рушит его план это увлекательный сериал который смотрится на одном дыхании легкая неглупая ироничная и авантюрная история все серии третьего сезона уже вышли загрузка третий сезон научно-фантастическая комедийная история от создателей офиса действия происходят в будущем у людей появляется возможность перенести сознание умирающего человека в виртуальный рай где оно могло бы содержаться столько сколько позволят финансы живых родственников главного героя после смерти загружают в элитный сервис lake view и вместе со специалистом из тех поддержки они начинают подозревать что его смерть не была случайной в третьем сезоне героем придется вмешаться в таинственный заговор последствия которого грозят уничтожить миллионы жизни отличный сериал для того чтобы просто вечером расслабиться и поверить что у человечества все же есть шанс на вечную жизнь четыре из восьми эпизодов на данный момент уже вышли что ты делаешь ничего ничего просто обхожу брандмауэр чаки третий сезон почти за 25 лет бурной жизни франшиза детские игры приобрела статус культовой и дело как раз в ее главном герое чаки безобидной игрушки в которую однажды с помощью магии вуду вселился дух серийного убийца чарльза лире в первом сезоне этого сериала мы познакомились со школьником который купил куклу во время уличной распродажи второй сезон разворачивался уже в католической исправительной школе куда отправили этого школьника после произошедших ужасных событий ну а в третьем сезоне чаки окажется в белом доме у самой главной семьи в америке мы спускаемся этот сериал насквозь пропитан любовью к самым первым фильмом очаги выходивших еще восьмидесятые маленький американский городок подростки много крови и изобретательная жанровая режиссура в общем неплохой подарок для любителей ужасов и этой франшизы в частности авторы уверяют что этот сезон самый страшный четыре из восьми эпизодов уже вышли он сказал что мы все умрем что голяк пятый сезон сюжет этого комедийного сериала знакомить зрителя с главным героем винни в исполнении джозефа гилгана мелким вором живущим в английской глубинке кстати по словам самого гилгана его роль стала частично автобиографичной потому что герой винни страдает биполярным расстройством как и сам актер так вот главный герой винни его друзья ежедневно заняты нелегальной деятельностью приносящий небольшой доход благодаря которому можно держаться на плаву но также эта деятельность как правило перерастает каждый раз в катастрофу в этом сезоне банда вини столкнется с новыми опасными приключениями и параллельно попытается отыскать лучшего друга вини дилана холдинга голяк по духу выполнен в манере популярнейших картин гай ричи здесь и атмосферный сеттинг и колоритные персонажи и конечно же юмор если все это вам тоже близко то голяк определенно станет для вас подарком все эпизоды уже в инсанта унила маленький член на этом все спасибо за внимание и удачи как ты себя чувствуешь отлично лучше